В мелькании реклам, вывесок и плакатов можно потерять информацию о концерте любимого исполнителя, тем более в зимней гонке за новогодними чудесами. Все зовут, все кричат с афиш, все обещают развлечений. Но только для поклонников творчества Светланы Копыловой возникает еле слышная исповедальная нота, приглашающая прийти на концерт непопулярной, неразвлекательной музыки. Но именно здесь они знают и произойдет чудо, которого жаждет русская душа. Мне нужен свет в зале, чуть-чуть, чтобы я видела людей. Светлана приезжает в Ростов не первый раз. Ее группа поддержки – организатор Евгений Щемилинин и гитарист Михаила Ленченко. Ну как? Имя автора-исполнителя Светланы Копыловой хорошо известно в православной среде. Диски легко скачать в интернете, о жизни и творчестве прочитать на официальном сайте. Но только на концерте можно почувствовать невероятное тепло, идущее со сцены, и увидеть светлую улыбку Светланы. Может ли худое дерево добрые давать платы, Как среди грехов немеряных Стать сосудом чистоты? И хоть песни мои трогаю, И хоть ими я дышу, Я еще совсем далекая От того, о чем пишу. Ах, зачем Господь избрал меня, В чем его глубокий смысл? Слава вещь весьма коварная, Приласка всвергает вниз. Но порою тьма кромешная Застилает небо гладь Я ещё такая грешная Для того, чтоб так писать Та-да-та-та-та-та-та-та-та Все восторги не заслужены Служи ты, что имею, не моё, но зачем-то это нужно мне, если сам Господь даёт. Только были б не потеряны средь грехов мои труды, только бы худое дерево добрые дало плоды. В прежней жизни Светлана была актрисой. Её песни пели популярные эстрадные исполнители. Но встреча с будущим духовным отцом, протеереем Артемием Владимировым, повернула её творчество и всю её жизнь в ином направлении. Он появился 8 лет назад, если быть точной, как раз недавно я вспоминала об этом. Он оказался духовником лицея, в которого я определила своего сына, православный лицей. И я как-то к нему присматривалась, что-то он какие-то струнки души во мне задел, хотя я тогда не знала, что он известный проповедник. А просто вдруг я почувствовала к нему очень сильное расположение. Особенно это случилось после произошедшего такого эпизода. Моя знакомая, зная его ранее, как раз по его проповедям, по его выступлениям, попросила меня, чтобы я с ним связалась на предмет того, что у неё умирал брат. И он очень любил его проповеди, всегда их слушал по радио. И очень хотел перед смертью услышать его голосок. И мне удалось передать просьбу. Оказалось, что он находится в другом городе. И вот что меня поразило, то, что этот батюшка совершенно незнакомому человеку издалека, по своему мобильному телефону, позвонил по какой-то переданной просьбе. И тот уже не мог говорить даже. И он его словесно напутствовал перед смертью. Он что-то ему долго-долго говорил, а тот только вот мог слушать, внимать и еле-еле держал трубку. И вечером поздно с ним батюшка поговорил, и в семь утра он умер с улыбкой на губах. Настолько эта беседа была душеспасительной для него, настолько она поддержала. И меня это впечатлило неимоверно. Я подумала, что... Это как раз к слову о батюшках. Какие бывают священники. Я подумала, что лучшего духовного отца мне не найти. И тогда я сделала ему предложение в стихах. И он... Стихотворение. Я потревожить вас боюсь, Своей просьбы недостойной. Но жизнь духовную свою без вас Никак я не устрою. Не сразу обретя отца, Я в детстве так о нем мечтала. И вдруг мне сердце указало На светлость вашего лица. Как после длительной разлуки Хочу всю жизнь вам рассказать, Благословляющую руку С благоговением целовать, Просить у Господа прощения, Сквозь стыд выдавливать слова, И со слезами очищения Свою судьбу доверить вам. Я знаю, как никто другой вы Меня сумеете понять. Ах, будьте мне отцом духовным, Позвольте так вас называть. Я потревожить вас боюсь, Но сердце верит в это чудо. А я за вас молиться буду, Да я и так за вас молюсь. Если б мама моя вдруг решила, Что не надо на свете мне жить, Ведь и время тяжелое было, И без мужа непросто родить. Я бы к ней не прильнула щекой, Крепко-крепко за шею обняв, И она материнской рукой Не качала бы ночи меня. Если б мама моя вдруг решила, Что помехой я буду большой, И в больницу на сутки сходила, И свободно вернулась домой, Я б по лужам тогда не носилась, От восторга и счастья без жан. Без просонок бы к ней не стремилась, Чтоб в кровати ее полежать. Если б мама моя вдруг решила, Сердце стук оборвать моего, Я полы бы в квартире не мыла, И не делала бы ничего. Летним вечером после работы Не сидели бы мы во дворе, А в свободные дни по субботам Не купались бы с ней в ангаре. Если б мама моя вдруг решила, Что прожить без меня бы смогла, То тогда бы я не полюбила, И внука бы не родила. И на сцене бы я среди рампы Песни, притчи не пела бы вам, Как теперь благодарная мама, Что тогда осталась жива. Уникальное творчество, Когда людей радует, Как певец человек, И в то же время проповедует, Рассказывает, ведет к вере. Ну это уникально просто. Одно удовольствие. Я хочу слышать свою песню любимую Про кота. Но пока она не поет ее. Ну я вообще пришел с бабушкой сюда. Она тоже любит Светлана Копылова. Ну хочу услышать эту песню. Люди испытывают очень большую потребность В чем-то для души. И вот они получают возможность Удовлетворить какие-то потребности, Скажем так, не ежедневные. Это, скажем, то, что в наше время Является большой редкостью в дефиците. И Светлана Копылова дает людям возможность Почувствовать себя людьми. Не в моем, конечно, вкусе, Но я не ожидал, что прям так будет. То есть мне понравилось. Люди постепенно начинают понимать, Что не всегда какая-нибудь современная музыка. Какой-нибудь рэп лучше, чем такое. Прекрасное впечатление. Я не ожидала, что так мне понравится. Потому что я видела ее по каналу «Союз». Светлану Копылову наш любимый. Слушала ее диски. Но, конечно, намного более богатая И впечатление оставляет, Когда смотришь ее вживую. Необыкновенные песни, Необыкновенный сам человек. И, конечно, очень приятно, Что Господь меня сюда привел в этот день сегодня. Тем более, что, слава Богу, причастилась. Так что вот такой подраг я от Бога сегодня получила. Спаси вас, Господи. Я чувствую руку Божью. Я чувствую Его милость и любовь безграничную ко мне. Что мне даже бывает страшно. И в творчестве тоже я чувствую. Светлана Вадимовна представила ростовской публике Свои песни из нового, десятого альбома «О тебе пою». И, конечно, отвечала на пожелания зрителей. ...человека, который мне подарил этот букет, На прошлой неделе у дочери родились близнецы. Жили два близнеца в материнской утробе, И другому один как-то высказал мысль. А ты знаешь, мне кажется, есть после родов Удивительная и прекрасная жизнь. И другой, потянувшись под маленьким сводом, Тут улыбки без зубы своей не сдержал. Это просто смешно, верить в жизнь после рода. Брату верующему в ответ он сказал, «Как, по-твоему, жизнь может выглядеть это?» Я не знаю, как точно близнец отвечал, Но мне кажется, там, на земле, больше света. Я однажды во сне этот свет увидал. Я, конечно, не знаю, как все это будет, Но мы, может, своими ногами пойдем. И еще, правда, это похоже на чудо, Но возможно, что мы даже есть будем ртом. Ерунда, вот уж это никак невозможно. Наша жизнь, пуповина, не так коротка, А ногами ходить и представить-то сложно. Нет, не сможем ходить мы на каменниках. И оттуда никто еще не возвращался, Что за бред у тебя, братец мой, на умер. Все закончится родами, не обольщайся, Наша жизнь — это только страдания во тьме. А мне кажется, брат, первый не унимался, Что когда-нибудь сможем увидеть мы, мать. И мы временно здесь, чтобы мало помалу, Жизнь не той после родов готовыми стать. Брат, не верующий, лишь качал головою, Верить в мать — это просто за гранью идей. Я не вижу ее, значит, нет ее вовсе, Но скажи, если ум, скажи, она где? Как ответит тебе, братец, даже не знаю, Но я чувствую сердцем заботу ее. И ночами, когда все вокруг затихает, Она гладит наш мир и тихонько поет. Все наполнено ею, и радость такая, Словно в ней пребываю и ею жену. И хоть точно про жизнь после родов не знаю, Но я верю, что будет она наяву. На концертах Светланы Копыловой Зрители от души плачут. Плачут светлее душой. Ведь истории песен так понятны, Иногда жестоки, но всегда реальны и мудры. И ответил офицер ячинно, Ладно, матка, одного спасай, А другого расстреляем сына, Кто тебе милее выбирай. Как в смертельной этой круговерти Ей сберечь кого-нибудь суметь. Если первенца спасет от смерти, То последующий причон на смерть. Зарядала мать, запричитала, Углядываясь в лица сыновей, Будто бы вправду выбирала, Кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила, Он, не пожелаешь и врагу. Мать своих сынов перекрестила, И призналась фрицем немогой. Но тот стоял, не пробивая, С наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, А другого убиваешь ты. Старший виноват, улыбаясь, Младшего к груди своей прижал. Брат, спасайся, но я останусь, Я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший, нет, братишка, Ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, Я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец, мол, вилобитэ, Отодвинул плачущую мать, Отошел подальше теловито, И махнул перчаткой прострелять. Ахнули два выстрела, и птицы Разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, На детей глядит во все глаза, А они, обнявшись, как и прежде, Спят в свинцовом без пробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, Два кровопожедшие на слон. Мать безболно сердцем каменеет, Уж не жить сыночком, не цвести. Дура матка поучает небец, Одного могла бы хоть спасти. А на бою-ка их тихо, С губ сыновник вытирала кровь. Вот такой убийственно великой Может быть, у матери любовь. А на бою-ка их тихо, С губ сыновник вытирала кровь. Вот такой убийственно великой Может быть, у матери любовь. И поскольку мне один сын, Мне трудно судить, как воспитывать девочек, Трудно или нет. Но могу сказать, что пока он был маленький, Особенно, я вложила в него всю душу. Я отдала все, что могла. И сейчас я много езжу. Конечно, я редко его вижу, Но он уже большой. Он пришел из армии, учится в институте. Но что мне дорого, В нем какая-то нежность есть. Он всегда меня обнимет, поцелует, Мамуля, какое-то ласковое слово скажет, Я тебя люблю. Я не знаю, Ну я ли это заложила в него, Или как вот так. Вот эта вот нежность, Которая сохраняется, Мне очень дорога. Бывают ведь девчонки очень грубые. Поэтому тут сложно сказать, Не знаю. Но все-таки самое главное – Упование на Господа И вручение Его милости. Потому что воспитание, Как известно, происходит В первые годы, Если даже не месяцы. А дальше уже, что посеяли. Давным-давно в ливанских рощах Три кедра родились. Они росли века считая И наблюдая жизнь. Любили говорить о прошлом И будущем втроем. И как-то раз заговорили О будущем своем. Один сказал, Ничто не вечно, Когда-то мы умрем. И я хотел бы превратиться В прекрасный царский трон. А я бы частью стал такого, Откликнулся второй, Что утвердила бы на веки По всей земле добро. А третий молвил, Вот бы плотник Помог таким мне стать, Чтоб, глядя на меня, О Боге Могли все вспоминать. Шли годы, И однажды в рощу Явился дровосек. Могучие срубили кедры, Окончился их век. Тот кедр, Что все мечтал о троне, Стал хлебом для скота. А из остатков древесины Кормушкой скотный стал. А из второго, что о вечном Все разговоры вел, Был сделан грубый деревенский, Но все ж добротный стол. А доски третьего на складе Оставили хранить. Никто мечтателя о Боге Не захотел купить. И долго сетовали кедры, И плакали смолой. Такой хорошей древесины, Такой конец плохой. Но время шло, И как-то ночью, Не находя ночлег, Одна супружеская пара Пришла в тот самый хлеб. Жена с прекрасным взором кротки Беременна была, И скоро прямо на соломе Младенца родила. И в ясле кроху положила В кормушку для скота. И в тот же миг вдруг понял кедр, Сбылась его мечта. Спустя года садились люди За деревенский стол. Когда-то это был могучий Второго кедра ствол. Теперь уж доски пообтерлись, Но стол тот крепок был. И вот один перед едою Взял хлеб и преломил. И обмакнув вино, Сказал он заветных пару фраз, И понял кедр, Что стал причастным К варенью добра. Когда со склада взяли доски, На них лежала пыль, И сколотили крест из кедра Того, что третьим был. И человека пригвозили И мучили его. И ужаснулся кедр, И проклял жестокий жеребий свой. Но не прошло трех дней, И кедр забыл свои слова. Он ликовал, ведь крест теперь был Как символ торжества. Сбылись мечты ливанских кедров Совсем иной судьбой. Так каждому предназначение Своё готовит Бог. Ну просто душа сама вот врывается, И слёзы уже сами по себе текут. Я удивлена количеством людей в зале. Полный зал, и всё, что объединяет людей, Конечно, это любовь, Которая открывает сердца, души, Всё через песни Светланы. Светланы – это просто песни откровения, Песни, которые, наверное, нужны каждому, Которые действительно способны подарить людям Самое главное – те переживания, Которые всех объединят. Ну как можно не любить такую певицу, Русскую красавицу, с таким талантом? Дай Бог ей здоровья, Дай Бог ей всего-всего, Всех Господь даёт. Светлана Копылова – одна из немногих, Во-первых, кто поёт на православные темы, И даже люди, которые не воцерковлённые, Они всё равно любят её творчество, Потому что каждая песня Содержит в себе какую-то историю, Которая затрагивает что-то такое сокровенное в душе. И почему люди все плачут? Потому что каждая песня – это про нас, про людей, Про наши грехи, про наши ошибки. Вот даже я, да, сегодня, я такое ощущение, Что побывала на исповеди, Потому что бывают такие вещи, Про которые ты забываешь, Не следишь за собой, А слушаешь песни Светланы Копыловой, И думаешь, какая же я дура, Почему я не могу измениться, Почему я что-то плохое творю. Либо наоборот, ну, мне очень нравится, Я давно слушаю её песни, Аналогов нету. Я пришла первый раз, Я вообще её не знала, Как певицу, как актрессу, Меня пригласили. Но я очень благодарна тому человеку, Который пригласил меня, Потому что она настолько несёт духовность В своей песне, Что даже до слёз, понимаете, Как отдельные песни раскрывают настолько душу, Что очень даже приятно. И очень хорошая, И достойная певица. И просто хочется делать добро После этих песен, Вот на восстановление храма, И всё остальное. На каждом концерте Светлана собирает пожертвования На восстановление храма В селе Липов Козадонского района. Он был построен в 1769 году Во имя преподобного Сергия Радонежского. Именно здесь родился известный поэт Сергей Бехтеев. Может быть, когда-нибудь Осуществится его желанием, И останки поэта перенесут С русского кладбища в Ницце На его родину, в Липовку. Главная мечта моя, конечно, Чтобы мои близкие спаслись. Ну, у меня есть ещё одна мечта. Но она, наверное, неосуществимая. Хотя всё в руках Божьих. Мне хочется сыграть одну роль в кино Всё-таки ещё. Но я опять-таки уповаю на Господа. Ему лучше знать, Ему виднее, Что мне полезно, Что людям полезно. Может быть, людям полезнее. Мои концерты, которых у меня столько, Что в съёмки некуда было бы вплюнуть. Каждый концерт Светлана заканчивает Одной и той же песней. Её нехитрый припев Ведёт зрителей после концерта. По шумным улицам, К домашним заботам, К рабочим дням и праздникам. И обязательно приводит к храму, К осознанию себя на этой грешной земле. И это, наверное, Заставляет людей Вновь искать афишу концерта Светланы Копыловой И трепетно ждать встречи с ней С той, Которой подарила Три часа чуда. Озарив своей улыбкой, Я слабо его тогда Звучила, как молитву. Верь в святую Троицу И всё устроится. Верь в святую Троицу И всё устроится. Время вспять не повернуть И ошибок не исправить. Всех падений глубину Даже трудно мне представить, В чём была я неправа. Да простит Господь мне грешно И только батюшки слабо Возвращают мне надежду. Верь в святую Троицу И всё устроится. Верь в святую Троицу И всё устроится. Сколько будет на пути Зол обиднет взгод лишений Невозможно нам пройти Этот путь без искушений Только бы сказать смогла Там небесному Отцу я, Что на свете прожила, Веря в Троицу святую. Верь в святую Троицу И всё устроится. Верь в святую Троицу И всё устроится. Верь в святую Троицу И всё устроится. Верь в святую Троицу И всё устроится.